Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданта и Свами Прабхупады «Наука Самаосознания». Когда мантру поет с любовью чистой преданной Господа, она оказывает сильнейшее воздействие на слушателей. Поэтому, чтобы достичь немедленного эффекта, мы должны слушать пение и повторение мантры из уст чистого преданного Господа. Насколько это возможно, необходимо избегать слушать, как поют и повторяют мантру непреданное. Молоко, которого коснулись губы змеи, становится ядовитым. Слово «хара» — это форма обращения к энергии Господа, а Кришна и Рама — формы обращения к самому Господу. И Кришна, и Рама — оба имени означают «высшее наслаждение», а «хара» — это высшая энергия наслаждения Господа, в звательном падеже принимающая форму «хари». Высшая энергия наслаждения Господа помогает нам достичь Его. Материальная энергия, называемая Майей, также одна из многочисленных энергий Господа. И мы, живые существа, тоже энергия, пограничная энергия Господа. О живых существах говорится, что они выше материальной энергии. Когда высшая энергия соприкасается с низшей, возникает неестественная ситуация. Но когда высшая пограничная энергия соприкасается с высшей энергией, харой, она утверждается в своем нормальном, счастливом состоянии. Эти три слова — «хари», «кришна» и «рама» — трансцендентные семена Маха-мантры. Пение и повторение мантры — это духовный призыв Господу и Его энергии защитить обусловленную душу. Оно подобно непритворному плачу ребенка по своей матери. Мать Хара помогает преданному обрести милость Господа Отца. И Господь являет Себя преданному, искренне повторяющему эту мантру. В наш век раздоров и лицемерия никакие другие средства духовного самоосознания не являются столь эффективными, как пение и повторение Маха-мантры. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Раму, Харе Раму, Рамо Раму, Харе Харе. Сознание Кришны. Йога нашего века. Мы видим, что в наши дни йога стала предметом изучения на многочисленных курсах. В книгах, рассчитанных на массового читателя, ее рекламируют как средство, позволяющее улучшить здоровье, похудеть, приобрести умственное превосходство над другими, добиться успеха в делах и повысить сексуальную потенцию. Однако истинная йога – нечто совершенно иное. В этой лекции Шрила Прабхупада открывает нам некоторые древние тайны подлинной йоги. Слава движению Санкиртаны Пятьсот лет назад, когда Господу Чайтане Махапрабу было всего шестнадцать лет, он положил начало этому движению Санкиртаны в Новодвипи, Индия. Он не изобретал никакой собственной религиозной системы, как это делают те, кто изобретает их в наши дни. На самом деле, религию нельзя изобрести. Религия – свод законов Бога. Это законы Бога и только. Живя в государстве, мы не можем не подчиняться его законам. Аналогичным образом мы не можем жить, не подчиняясь законам Бога. И в Бхагавадгите Господь говорит, что всякий раз, когда наблюдаются отклонения в исполнении религиозных обязанностей и начинает преобладать неблагочестивая деятельность. Появляюсь я, Кришна. И в материальном мире можно видеть проявление того же самого принципа. Как только где-нибудь нарушаются законы государства, появляется государственный чиновник или полицейский, чтобы навести порядок. Господи Чайтаньи Махапрабу поклоняются Госвами. Их было шестеро. Рупа Госвами, Санатана Госвами, Ракхунадха Патта Госвами, Джива Госвами, Гопала Патта Госвами, Ишри Ракхунадха Дас Госвами. Слово ГО имеет три значения. Земля, Корова и Чувства. А Свами означает Хозяин. Таким образом, слово Госвами означает, что они были Хозяевами своих чувств. Как только человек становится Хозяином своих чувств, то есть Госвами, он может прогрессировать в духовной жизни. Таков истинный смысл слова Свами. Свами означает, что человек не слуга своих чувств, а их хозяин. Рупа Госвами, возглавлявший этих шестерых Госвами, написал прекрасный стих в честь Господа Чайтани Махапрабу. Калау. означает этот век, век Кали, железный век, исполненный из скверны, век раздоров и разногласий. Рупа Госвами говорит, что в этот век Кали, когда царят разногласия и ссоры, ты не зашел, чтобы принести высочайшую любовь к Богу. И не только высшую, но и самую великолепную расу, трансцендентное состояние. Твое тело цветом напоминает золото, его блеск. Ты так милостив, что я благословляю каждого. Госвами могут даровать благословение, так как они овладели своими чувствами, чтобы эта форма Господа Господь Чайтания Махапрабу вечно танцевал в его сердце. Когда Рупа Госвами впервые встретил Господа Чайтанию Махапрабу в Праяге, Господь Чайтания танцевал на улице и пел «Харе Кришна, Харе Кришна». Тогда Рупа Госвами также вознес молитву. Ты самая щедрая из всех воплощений, ибо раздаешь любовь к Богу. Ты сам Кришна, ибо если бы ты не был Кришной, ты не мог бы раздавать любовь к Богу, потому что любовь к Кришне обрести не так просто. однако ты щедро раздаешь эту любовь всем и каждому. Так в Бенгалии, в Новодвипи началось движение Санкиртаны. В этом смысле бенгальцам очень повезло, что это движение было начато в их стране Господом Чайтани, предсказавшим во всех селениях и городах по всему миру всюду будет проповедоваться это движение Санкиртаны. Таково его предсказание. Итак, по милости Господа Чайтани, это движение уже появилось в странах Запада, начиная с Нью-Йорка. Наше движение Санкиртаны было основано в 1966 году в Нью-Йорке. В то время я приехал и начал петь мантру Харе Кришна в Томпкинс сквере. Я пел там в течение трех часов, аккомпанируя себе на маленькой мриданге, барабане. Эти американские юноши и девушки собирались послушать меня и со временем присоединились ко мне. Так распространялось это движение. Оно началось в помещении одного из нью-йоркских магазинчиков на второй авеню в доме 26. Позже мы открыли отделение в Сан-Франциско, Монреале, Бостоне, Лос-Анджелесе, Буффало и Колумбусе. Сейчас, 1970-й год, у нас 24 отделения, в том числе одно в Лондоне и одно в Гамбурге. В Лондоне проповедуют только молодые американцы и американки. Они не саньяси, не ведантисты, не индусы и не индийцы, но очень серьезно отнеслись к этому движению. Даже в Лондонской Таймс была опубликована статья, заглавленная «Песнь Кришны изумляет Лондон». Таким образом, сейчас в нашем движении участвуют много людей. Все мои ученики, по крайней мере, в этой стране американцы и европейцы. Они поют, танцуют и распространяют журнал «Back to Godhead». У нас уже издано много книг «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавадгита», как она есть, учения Господа «Чайтани» и «Шапанишат». Неправильно считать, что это движение основано только на религиозных чувствах. Не думайте, что эти юноши танцуют из какой-то религиозной сентиментальности или фанатизма. Нет. Наше движение имеет глубочайшие философские и теософские корни. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания». Слушайте в и теософские «Наука» наполняем в «Шапанишат». «Вторая